С предложением сделать перерыв и подумать на заседании 4 декабря выступил депутат Александр Городской. Время, по его мнению, было необходимо на то, чтобы попробовать все же прийти к консенсусу. Но изменения ситуации не последовало. Встречаясь на рабочих заседаниях, обсуждая бюджет, важные для района вопросы, народные избранники решали единогласно. А вот с мэром до сих пор не могут определиться. Я предлагаю, уважаемые коллеги, на сегодняшний день не продолжать выборы мэра. Закрыть заседание, как и планировалось ранее, и продолжить работу в штабном режиме, с учетом того, что в Думе легитимно имеется исполняющий полномочия председателя Кожаревского новой сына в статусе заместителя председателя Думы. В результате за очередное предложение депутата Городского все 14 думцев проголосовали единогласно. Короткое заседание было закрыто, а после того, как отзвучал гимн, народные избранники продолжили плодотворную работу над проектом трехлетнего бюджета ОМОН. По словам председателя Думы Светланы Кожаевой, этот вопрос намного важнее для территории, нежели кампания по выборам мэра. У нас очень значимое будет заседание Думы 25 декабря. Мы будем носить изменения в бюджет 2012 года. Вчера на бюджетной комиссии посмотрели последние штрихи подводим 2012 года. И у нас будет принятие трехлетнего бюджета. Это очень значимо. Ну а мэра будем выбирать. То есть надо ангарчанам сообщить, ничего трагичного не произошло. То есть территория развивается и будет дальше развиваться. Поэтому последним вопросом повестки очередного заседания Думы вновь станет вопрос о вакантной должности мэра. Народные избранники могут выбирать руководителя так долго, сколько будут работать сами, вплоть до трехлетнего срока. Другой сценарий – это сложение себя полномочий нескольких депутатов. Признание Думы нелегитимной, а значит новый состав, равно как и мэра, тогда выберет народ.